Всем привет! Приветствую вас на открытом уроке фото-видео мастерство джуниор. Этот урок не входит в обычный курс. Это может быть такая подготовка, возможность познакомиться. Как и другие уроки, мы начинаем с просмотра цитаты Александра Геннадьевича Хакимова. Эти цитаты, хоть я их и собираю уже в течение 8 лет, уже собрано порядка 3000. Вот именно эти цитаты для наших занятий специально ездил в Ашрам здесь по Далмату и специально задавал эти вопросы Александру Геннадьевичу. Давайте послушаем, что же такое духовная красота. Душа, само живое существо, как душа. Есть как тело, живое существо, а есть душа. Тело может быть красивым, некрасивым, а душа совершенно всегда, в любом теле. Но вот вопрос, почему совершенная душа находится в несовершенном теле, это целая философия. Это отдельный разговор. Почему мы попали в такую, влипли в такую ситуацию? Возьмите любого человека, у которого есть физическое тело. Разумного человека, образованного человека, у него нет совершенно недостатки. Правда же? Потому что тело – это часть материальной природы. А материальная природа – это конгломерат, соединение позитива и негатива в одном. Вы не найдете ничего идеального в этом материальном мире. Идеально плохого или идеально хорошего. Всегда смешение. Поэтому есть несовершенство. Всегда сопутствует несовершенство нашему материальному существованию. Душа нематериально, говорится. Она не имеет природы смешения или противоречий каких-то. Она духовно и как бы имеет такую позитивную, чистую природу, абсолютно чистую природу. Там нет недостатков. Душа собаки и душа человека имеют одинаковую природу. А тела разные. Видите, какая разница? Для собаки красиво смотреть на собаку. Для человека красиво смотреть на человека. Собака имеет, какая симпатичная другая собака. Смотрите, какая походка у нее, какие глаза. Она видит таким образом, потому что у нее тело такое. У нее психология собаки. Поэтому у нее оценка красоты тоже есть своя собачья оценка красоты. Факт, они привлекаются. Но человека мы считаем высшим. Мы смеемся над собаками, правда же? Ну, как-то низко, вульгарно, животное, все. У человека окажется высшей эта оценка. Но задача человека подняться и выше до конца развития. Это понимание, кажется, до божественного уровня. Александр Геннадьевич прекрасный человек. Мне очень повезло, что он является моим духовным учителем. Но вместе с этим он и художник, он и путешественник, он семьянин. И я таким образом имею возможность получать ответы от него практически на любые вопросы. И нам очень повезло, что вот как раз основой для нашего курса являются знания от Александра Геннадьевича Хакимова. Еще некоторые особенности курса фото-видео-мастерства. Как вы поняли, мы начинаем и заканчиваем с цитатой Александра Хакимова. Вот цитаты именно те, которые касаются духовности и творчества. И они вот были записаны в ноябре 2021 года. А также основой курса являются материалы. То есть, хотелось бы сказать пару слов об этом. Что у нас есть вот эти вот майтмапы, вот такие вот красивые цветные схемы. У нас есть конспекты, которые вам нет необходимости записывать в ходе всех уроков. И у вас перед каждым началом занятия у вас будет ссылка на скачивание конспекта. Третий момент. У нас есть записанные лекции. Это такие, скажем так, углубленные знания по тем, тем, которым мы будем изучать. Там композиция, свет и так далее. Буду давать отдельные ссылки для тех, кто хотел бы углубить свои знания и получить нечто большее, нежели чем то, что мы будем обсуждать на уроках. И финально я хотел бы сказать о том, что у нас будут инструкции ко всем домашним заданиям. Не то чтобы будут, у нас они есть, они уже прописаны. Это очень важно, когда преподаватель не просто говорит на пальцах, объясняя, что нужно делать и как, а потом, когда студент или ученик сдает домашку, возникает непонимание, как услышал, как понял, что сделал и так далее. Четкие инструкции, порядок выполнения, чего я хочу добиться от вас, что я хочу, чтобы было в результате, к чему нужно стремиться, где я оставляю место для вашего творчества. То есть это все прописано в инструкциях к домашнему заданию. К каждому домашнему заданию. Еще бы я хотел немножко рассказать вам про основу курса. Дело в том, что учебные материалы для других курсов обычно формируются двумя способами. Либо это фотографии самого преподавателя, что не всегда хорошо, как вы понимаете. Либо студентов отправляют в интернет посмотреть фотографии того или иного фотографа. И там они находят кучу грязи. И, в общем-то, на самом деле очень сложно сейчас любого фотографа найти такого, чтобы он снимал все в соответствии с четырьмя регулирующими принципами и в соответствии с вайшнавским этикетом. Так вот, я специально в течение двух месяцев отсматривал портфолио лучших мировых фотографов. Я с ними был знаком и до этого. И с базой 725 фотографов я выбрал 14 фотографов, которые действительно снимают очень разнообразные яркие кадры. И именно их портфолио было очищено, из них было убрано все, что не соответствует нашей культуре. То есть, мы будем смотреть только на те кадры, которые действительно возвышают человека. И это была проведена большая работа. Но, мне кажется, это очень важно, чтобы мы вдохновлялись действительно чем-то таким светлым, ярким, интересным. И тем, что действительно возвышает человека, приближает его к Богу. Вместе с этим мы соприкоснемся с великолепными материалами от Эни Лейбовиц. То есть, это ее мастер-классы, которые записаны были специально для детей-подростков. Но, к сожалению, там также достаточно много интересных моментов, которые я был вынужден немножко скрыть, что-то заретушировать, что-то убрать. Но понятно, что это представитель западного мира, ведущий фотограф. Наверное, вы знаете, что Лейбовиц начинала свой творческий путь со стрит-фотографии. Они вместе со своими, ну скажем так, однокашниками создавали вот этот вот клуб по фотографии. Приносили каждый день какие-то кипы новых фотографий. Развешивали их на стенах, обсуждали. Это был невероятно интересный, только практический опыт. Нечто подобное я бы хотел сделать и в наших курсах. Следующий этап ее жизни. Она ездила с музыкантами, снимала репортажи группы Rolling Stone. Ездила на бодибилдинг, снимала Арнор для Шварценеггера. И в конце концов, вот она отошла от вот этой репортажной работы, стала снимать селебрити самых знаменитых людей во всем мире. И она делает это лучше всех. Она делает прекрасные постановочные кадры. И она делает это прямо в том месте, где живут люди. То есть, в принципе, особо не заморачиваясь на какие-то луки, позиции, локации. Она просто вот с человеком может сделать нечто особенное, что он будет выглядеть самым лучшим, самым интересным образом. Это лучшие портреты в их жизни. Вот последняя, допустим, ее фотосессия была с Джо Байденом и его женой. То есть, ей доверяют самых-самых высокопоставленных людей, селебрити, актеров, актрис, музыкантов. И до сих пор вот практически все журналы Vogue содержат ее фотосессии. То есть, так или иначе, ее постоянно публикуют. И именно мастер-класс от нее я перевел на русский язык. И постарался действительно убрать из него, ну вот, все, что не соответствует нашей культуре. Также у нашего курса очень высокие цели. Дело в том, что мы будем создавать фотографии, возвышающие сознание людей. Я бы даже хотел, чтобы выпустили некую книгу с цитатами Александра Геннадьевича Хакимова, проиллюстрированной нашими фотографиями. Но это очень высокая цель. А так, в принципе, у нас будут курсовая работа, будут какие-то обсуждения действительно вот самих идей, которые заложены в снимке. И, в принципе, конечно, будем ориентироваться на то, чтобы создавать фотографии, возвышающие сознание людей, приближающих к Богу. Ну и я бы хотел несколько слов сказать про себя, как про преподавателя. Я практикую, я до сих пор снимаю. Основной мой бизнес – это съемка репортажей. Ну, сейчас вот как бы ограничения коронавирусные были, и мне пришлось перепрофилироваться. И то, чем я занимался, скажем, в последнее время – это создание новых продуктов на базе портретов. То есть, я снимал школьные виньетки, бизнес-портреты, какие-то еще продукты, вот связанные с этим. Ну, то есть, это мое направление, то, чем я зарабатываю на жизнь. И также я занимаюсь съемкой видео и монтажом. Очень часто мне заказывают монтаж какого-то видео. Вот здесь вот в левом углу нашей презентации вы видите мои фотографии, которые я специально подготовил для вас. Это слайд-шоу. Ссылку на него также можете получить в описании к этому видео. Я бы хотел рассказать о себе немножко больше. Я на самом деле с 91-го года работаю. Основные мои специальности – это операторы, ВМ, график-дизайнеры, специалист по маркетинговым исследованиям, рекламист. То есть, на самом деле я очень много рекламы нарисовал в свое время. Я потом уже занимался пиаром, HR-ом, но много чем. И в конце концов, в принципе, я захотел все-таки заниматься чем-то творческим. Я начал путешествовать с командой единомышленников. Здесь, по Казахстану, в 2010 году. И, в общем-то, где-то к 2013 году я понял, что я ничем, кроме фотографии, не хочу заниматься. И для меня была очень серьезная, большая задача. Как мне себя зарекомендовать качественным фотографам в городе найти профессию здесь. И, в принципе, видите, в этом плане наши с вами задачи совпадают. Потому что, на самом деле, конечно, вы можете мечтать о том, чтобы фотографировать прекрасные пейзажи или трево-фотографии. Но, безусловно, нужно учиться в городе. Поскольку именно здесь нужно искать какие-то яркие, интересные сюжеты, чтобы набить руку. Ведь мы же не постоянно находимся в путешествиях. Нам нужно что-то делать в городе. И я вот успешно решил эту задачу. Сделал несколько очень ярких творческих проектов. Наверное, в ходе обучения мы будем с ними соприкасаться. Буду также показывать вот эти вот свои находки. А с 2012 года я начал преподавать курсы по обработке фотографии. Чуть позже стартовал обучение по фотографии. Вместе вот с ребятами, с которыми мы путешествовали в течение 10 лет. Мы сначала начали обучать людей. То есть, курс состоял из того, что мы обучаем композиции, свету, умению работать с моделями. А потом мы их везли на природу. И там они делали свои курсовые работы. Этот курс назывался «Фотомастерство». Чуть позже я стартовал его уже в онлайн-версии. И чуть позже еще добавил слово «видео». То есть, стал обучать не только фотографии, но и видео. Много взрослых людей прошло через этот курс. Есть у меня отзывы на сайте. С детьми я работаю с 2018 года. Был у меня фотокружок в школе «Тамас Эдюкейшн». У нас так интересно называется «Элитная школа» в Матинской «Тамас». Вот. И потом еще был, получается, фотокружок здесь летом прошлого года. И школьный лагерь. Я вот ездил как основной преподаватель. Как основной, можно сказать, пионер-вожатый в этот школьный лагерь. И мы там действительно много чего интересного делали. Ролик об этом нашем замечательном школьном лагере. Он называется «Соул Кэмп». И тоже приложен к описанию к этому видео. Но основной все-таки момент для меня это то, что я являюсь учеником Александра Геннадьевича Хакимова. Он художник, проповедник, путешественник, семьянин. В его знаниях есть ответы на все мои вопросы, которые я когда-либо мог бы себе задавать. И мне очень симпатизирует его любовь ко всем, кто с ним общается. И его активное служение. То, как он на самом деле много делает для других людей. И именно эту энергию я бы хотел передать и вам. Ну а сейчас давайте к нашему основному вопросу, к теме сегодняшнего занятия. Итак, простые решения, чтобы получить красивую фотографию. У нас же сегодня такая тема. Я для вас подготовил кучу красивых фотографий. Вами вместе прямо сейчас будем их смотреть. И будем понимать, какие из вот этих вот способов подходят для нас. А какие, в принципе, пока еще может быть недоступны. Я хочу напомнить, что этот подборку фотографий я сделал из журналов Vogue. Последних трех лет. Я рассмотрел Vogue из очень многих стран. Не всего мира, но очень многих. Сюда вошли Vogue. Россия, Чайна, Тайвань, Португалия, Италия, Испания, Америка, Франция, Англия, Япония. Да, вот кажется, вот эти вот 10 стран я пересмотрел. И в какой-то момент я понял, что я хочу понять, в чем секрет этих замечательных фотографий. И сделал два больших списка найденных решений. Одни я назвал сложные решения. То, что действительно очень сложно получить. И что нужно предпринять очень какие-то большие усилия, чтобы сделать великолепные кадры. Например, фотографии с зеркалами. Или фотографии, сделанные с помощью нескольких луков. Или фотографии, которые сделаны с помощью каких-то нетрадиционных, но очень стильных сочетаний в одежде. Но какие-то решения были бы значительно более простые. И вот эти простые решения мы сегодня разбираем. Это знание не является частью курса фото-видео-мастерство. Это скорее просто такой, знаете, рекламный ход. Потому что я хочу все-таки, чтобы соприкоснулись с великолепными кадрами. Но как их делать, безусловно, для этого, конечно, потребуется нечто большее, чем просто посмотреть на эти темы. И вот сразу побежать с фотоаппаратом, что-то такое создавать. Нужно, конечно, изучать композицию, свет, позы, эмоции, как работать с моделями. Или, допустим, как добиваться какого-то кадра, если вы занимаетесь там стрит-фотографией. Кстати, по поводу жанров мы тоже отдельно поговорим. То, что сейчас мы будем обсуждать, это скорее вот такие постановочные фотосессии. Хотя не все из них, не все они такие постановочные. Там есть репортажные кадры, но все равно это как бы фотографии людей. Но вот по поводу жанров фотографии, 14 жанров фотографии, мы поговорим ближе к концу урока. То есть мы тоже посмотрим, поймем, какой из жанров больше всего для вас мог бы подойти. Поехали! Итак, первое простое решение. А, извините, я не сказал об одной важной вещи. Прежде чем мы будем их, эти простые способы рассматривать. Я же специально для вас разбил на определенные категории эти решения. То есть первое, что мы будем с вами разбирать, то, что можно надеть. То есть, в принципе, мы могли бы каким-то образом одеть человека, чтобы что-то красиво вместе с ним снять. Это не полностью весь лук, это просто небольшой элемент. Но если мы его добавляем в нашу фотографию, у нас сразу получается что-то особенное, что-то интересное. Первый способ сделать хорошую фотографию, это надеть на человека маску. Вот смотрите, первая фотография, это даже не маска, а просто листка от очень экзотического дерева. И просто помещая его даже просто перед лицом, создавая таким образом маску, мы уже получаем очень интересное яркое решение. Это обычная плавательная маска резиновая, но снята в таком интересном свете. Но все равно, видите, основа-основа этой фотографии это маска. Очень яркий мейк и такая китайская или, скажем, японская маска. Очень странная такая, типа Орегано, да. Обычные маски, но необычное действие, да. То есть, тоже вот возможно. И вот это прямо очень такая сложная маска из жемчуда. Ну и есть какие-то действительно очень яркие, красивые решения. Вот маска в виде часов, маска в виде такого сердца. Это все вот как раз примеры того, как можно добиться хорошей фотографии. Что еще можно надеть? Второй способ это шляпа. Тимати Ша 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 Шалмет, я ее уже забыл, как этого парня зовут. Самый сейчас популярный молодой человек на планете Земля. Исполнитель главной роли в фильме Дюна. Дэнни Вильнёва. И Билли Айлиш. И вот смотрите, как их красиво сфотографировали. И это, ну как бы, один из важных элементов в этой фотографии. Это шляпа. То есть, красивая шляпа. Это всегда серьезная заявка на красивую фотографию. Очень интересное решение. К сожалению, только один пример я нашел за все три года во всех мировых влогах. Это использование обруча. Да, обычного женского обруча для волос. Но использование его не в виде, как сказать, не для волос, а для глаз. То есть, он перемещается на глаза. И уже получается такой очень интересный ход типа киберпанка. Следующий большой раздел. Это особое место. И, то есть, мы уже говорим не о том, что мы что-то одеваем на человека, а о том, где мы конкретно что-то снимаем. Одна фотография подчеркивает то, как можно красиво использовать дверь. То есть, человек может заходить в дверь, выходить из двери, может выглядывать из нее, может быть, какая-то часть тела только-то. Но дверь всегда это очень сильный символ. И можно использовать фотографии и добиваться использования этой двери сразу очень ярких, интересных решений. Единственная категория, единственная подборка из фотографии, это в музее. Это единственное из всего, что сделано мной персонально, но именно в этом разделе. Конечно, многие из этих способов использовал, но я не нашел именно в музейных съемок, в этих, как и называется, вогах. Но у меня была вот как раз свежая фотосерия из декабрьская. То есть, вот это я снимал в декабре этого великолепного молодого человека. И даже, может быть, не очень молодого, но очень успешного бизнесмена в музее. То есть, особое место здесь музей. Смотрите, как можно очень ярко и интересно фотографировать человека на фоне великолепных других произведений искусства. Вот. Все остальные решения, которые я буду показывать, проиллюстрированы исключительно фотографиями и разворотами из Вога. Страницы и развороты. Итак, особое место мы с вами посмотрели. Кстати, мой вопрос к вам. Я всегда буду задавать вопросы. Так как у нас сейчас просто идет вебинар, и у меня нет возможности смотреть ваши ответы. Но, пожалуйста, если вы хотите получить особую ценность от нашего общения, пожалуйста, ставьте это видео на паузу, отвечайте на этот вопрос, двигайтесь дальше. Итак, мы с вами посмотрели на 5 первых простых способов сделать красивую фотографию. Какой из этих способов для вас наиболее интересный? Что бы вы могли использовать в своем творчестве? Итак, это маски, шляпы, венок или обруч на глаза, дверь или в музее. Вот, пожалуйста, отвечайте, подумайте. Таким образом информация усвоится. А мы движемся дальше. Следующие два раздела. Это аксессуары. И потом мы поговорим немножко про мейк или что-то, что-то связанное с мейком. Итак, следующий способ связан с аксессуарами. То есть мы не одеваем человека, а мы просто даем ему что-то в руки, либо он как-то взаимодействует. И первое, конечно, что лучше всего подходит, это, конечно, цветы. И видите, можно цветы абсолютно по-разному использовать. В том числе, как, скажем, элемент одежды. Ну, скорее, как аксессуар. Либо, видите, вот здесь просто цветок использован как вторая фотография в диптихе. Вот. И получается некая такая аналогия. Это прям целая серия фотографий и звук Тайвань. Апрельский номер 21 года. Где просто, как сказать, цветы, просто как дополнительные фотографии на том же фоне сняты. И таким образом идет ассоциация с людьми. Ну и вот дальше уже Vogue Portugal. Угол, где куча цветов. Много-много-много вот таких вот прекрасных референсов. Референс это значит, что мы можем использовать такую фотографию для, скажем так, создания своих ярких, интересных фотосерий. Так, двигаемся дальше. Значит, следующий аксессуар это насекомые. И я прошу вас, пожалуйста, не мучайте никаких живых насекомых. Только вот какие-то засушенные варианты. Или сейчас очень много пластиковых насекомых, сделанных очень красиво великолепными китайскими мастерами. И эти вещи не очень дорогие. Так, кто как я про них рассказываю. То есть, в принципе, можно недорого, в общем-то, решить этот вопрос. Насекомые. Использование насекомых в кадре тоже очень сильно вот может привлечь внимание и создать некие вот эти вот аналогии. То есть, как-то предложить некое творческое решение для вашего, для вашей фотосерии. Окей. Следующее решение это бенгальские огни. Да, вот сейчас тут как раз был Новый год и это было очень популярно. Одна большая длинная фотосерия с бенгальскими огнями была снята, я сейчас даже не вспомню автора, но где-то это у меня записано. Так вот, бенгальские огни опубликованы в французском блоге. И видите, какие замечательные, красивые, яркие фотографии. Это в пандемию всё это снималось, и поэтому люди здесь в ресторане сидят в одиночку. Но вот чтобы их как бы приукрасить, вот использован вот этот вот яркий, интересный ход с бенгальскими огнями. И четвёртый аксессуар, то есть последний способ в этой категории, это рамы картин. У меня есть только одна красивая фотография, чтобы подчеркнуть, как можно было бы это использовать. Вот посмотрите, рама. Ну и конечно здесь ещё окружение, очень красивый угол, такой-то какой-то старинный дом с какими-то картинами, с какой-то старинной мебелью. Но всё равно любая рама картины, она может привлечь внимание и может очень сильно украсить ваш кадр. Следующая категория это мейк и тому подобное. И сначала мы всё-таки посмотрим не мейк в классическом его понимании, а надписи на теле. Единственное, я хочу сразу предупредить, пожалуйста, не используйте перманентные маркеры, иначе вы потом просто не сотрёте их. Пишите чем угодно, но не перманентными марками. Можно писать маркерами на доске, будьте очень аккуратны, посмотрите, что написано там, там маркер on board, то есть можно писать на доске, он сотрётся. Перманент маркер, да, это опасная тема. Можно писать зубной пастой, вот смотрите, как вот такие белые надписи на теле, очень прикольно могут смотреться. Ну и теперь просто какие-то действительно красивые решения, необычные решения мейка. Я, кстати, ещё буду подбирать, у него то, что на поверхности лежало сейчас, вот сегодня этот вот способ добавил. И вот мне показалось, что действительно просто про обычный мейк тоже стоит вспомнить. И опять же у меня большая просьба к детям, подросткам, пожалуйста, не пытайтесь разукрасить самостоятельно ваших друзей, ваших моделей. Всё-таки мейк, дело такое, ну те, кто девочки знают и красятся, они, конечно, могут что-то сами сделать, но всё-таки я хочу сказать, что какие-то особенные моменты, вот типа как ресницы из растений, кстати, я не уверен, что это мейк, это может быть скорее даже фотошоп, да. Но, в общем, короче говоря, в любом случае, если это выглядит как мейк, вот эта фотография, допустим, вот здесь очень много фотошопа, я уверен, что эта бабочка сюда, по-моему, помещена, ну, как сказать, методом коллажирования. Но вот смотрите, здесь мейк действительно состоит из многих-многих элементов, и поэтому выглядит просто великолепно, да, эти фотографии. Вот не стандартный мейк, то есть не обычный какой-то, не там smokey eyes, не fashion, не, скажем так, natural, а что-то такое особенное, это тоже, в принципе, достаточно лёгкий способ сделать классную фотографию. И мой вопрос, друзья, к вам, вот мы посмотрели ещё два больших, скажем так, две больших категории из простых способов, пожалуйста, определитесь для себя, что вам кажется наиболее интересным, чтобы вы могли использовать в своём творчестве. Итак, это аксессуары, такие как цветы, насекомые, бенгальские огни, рамы картин, и это мейк, да, надписи на теле, либо нестандартный мейк. И последние три, нет, тут у нас ещё, ещё, ещё четыре категории, да, у нас ещё четыре категории, мы добрались с вами до 12-го способа, всего их у нас 19, да, поехали. Итак, ракурс и композиция, такая большая категория, и первый вариант, который я вам предлагаю, это ракурс сверху, то есть снимать с ракурс как бы сверху, вот положив, скажем там, своих героев рядом друг с другом, чтобы они смотрели на камеру, или, скажем так, просто сверху сфотографировать людей, идущих по лестнице, по какой-то винтовой красивой, это всегда, это хороший способ. Такой способ, кстати, используется при съёмке еды очень часто, когда всё одним слоем выкладывается на стол, и мы сверху это фотографируем. Ну, у нас тут, как сказать, журнал Vogue, поэтому, наверное, где-то есть решение с едой, я, может быть, найду, добавлю в эту папочку. Хотя все папки, все вот эти вот каталоги, они все доступны участникам курса, выкладываются для того, чтобы они смогли в любое время заходить, смотреть, находить там какие-то решения для себя. Следующий необычный ракурс, это половина лица. И вот как раз недавно я пересматривал Vogue, и вот в 12-м декабрьском выпуске Vogue Portugal, я нашёл очень интересные две фотографии, девочки и бабушки, да, с этого начинается фотосерия, с этим заканчивается, да. Ну, а до этого, как вы знаете, у меня была вот такая очень интересная фотография, скажем так, Николаш, это по-русски называется диптих, когда из двух фотографий состоит один разворот, и вот две половины лица абсолютно разные, африканка и, я так понимаю, восточная какая-то девочка, наверное, это китайка, всё-таки это с Тайваня, да, у нас фотография. Вот, очень интересно смотрится эта фотография. Следующий раздел, это техника съёмки. И вот здесь, конечно, у меня пока всего лишь два решения, но их значительно больше. Конечно, на курсе мы будем проходить различные способы добиться красивой фотографии с помощью техники съёмки. Но вот сейчас мы с вами смотрим на смазанные фотографии. Вот это, кстати, что-то не сильно смазано, давайте-ка я её удалю, просто она идёт в одной фотосерии. То есть, где фотография несколько нечётко, то есть, сделана на длинной выдержке, камера либо человек двигались, и таким образом получилось всё такое немножко размытое. Это может быть очень хорошо в том случае, если сам образ у нас очень чёткий, очень яркий, конкретный, понимаемый. То есть, мы чётко понимаем, что это дама в пальто оранжевом и так далее. Поэтому это смотрится очень круто, им даже, видите, это используется как рекламный ход. То есть, это фотография, реклама, гермес, да, то есть, бренд, я не знаю, одежда или часы, что-то они предлагают. Но, видите, что это очень популярный способ добиться очень красивой фотографии. Теперь давайте посмотрим ещё один способ, вот именно связанный с техникой съёмки. Это двойная экспозиция, когда мы фотографируем не один раз, а несколько раз. Иногда это мы можем добиться такого эффекта с помощью фотошопа. Но, в принципе, фактически в всех телефонах есть возможность наложить одну фотографию на другую. То есть, даже в телефонах есть такие способы. И вот с помощью двойной экспозиции можем получать очень яркие кадры. И мой вопрос к вам, друзья. Вот мы просмотрели ещё две категории из этих четырёх способов. Какой вам больше понравился, чтобы вы хотели использовать в своём творчестве? Итак, это ракурс сверху, это половина лица, это смаз или расфокус, или двойная экспозиция. Кстати, можно добиваться такого несовершенства фотографий не только благодаря смазу, но и просто сделав фотографию немножко не в фокусе, сделав фокусировку на другом объекте. Вот такие четыре решения. И последние четыре. Давайте ещё про них поговорим. В первую очередь, давайте поговорим про использование света. То есть, в цвет, и в частности, световые пятна и полосы. Так, давайте попробуем найти, где у него здесь под рукой. Все эти решения. Световые полосы и пятна. Очень большая категория, потому что это очень популярный способ. И как вы видите, иногда, кроме вот этой полосы в кадре, может быть, ничего не видно. Иногда, может быть, мы видим практически всё. Но всё равно акцент с помощью яркого пятна, либо полосы света, он присутствует в кадре. И это выглядит очень-очень красиво. Мы будем изучать отдельно техники освещения на курсе фото-видео мастерства Junior. И есть такая световая схема. Она называется Рембрандт. Вот, вы, наверное, знаете, что это был такой художник. Он рисовал очень яркие, интересные картины. И он полностью перевернул отношение к свету. Он снимал с помощью свечи. То есть, подносил свечу к лицу человека и прописывал его. Добиться чисто рембрандтовского света на фотографии крайне сложно. Но вот какие-то такие вот акценты световые, которые этот художник делал, мы можем. Как это добиваться, как организовывать такой свет, это как раз мы будем обсуждать на курсе. А здесь мы просто видим это простое решение. В принципе, полосу света можно сделать с помощью, не знаю, штор. То есть, в общем-то, в хороший, яркий день. Очень плотные шторы. Можно и близко подставленное лицо к этим шторам. В принципе, на него можно получить вот такое интересное световую полосу. И еще одно решение, которое также из раздела свет. К сожалению, оно не такое простое. Но я думаю, что если заморочиться, все-таки можно найти практически в любом доме. То есть, по крайней мере, по сусекам поскрести, по знакомым, по друзьям, по соседям, по родственникам. Если пройтись, можно найти проектор. Проектор может быть вот такой офисный, который показывает видеорежим. Есть проекторы, которые могут показывать слайды. В общем, любой такой проектор может сделать очень красивое освещение. И, конечно, нам кроме освещения еще нужна сама модель, история, идея, мейк, поза и эмоция. Но вот это все, если еще дополнительно снабдить освещение с помощью проектора, фотография приобретает невероятную красоту. Просто невероятную красоту. Хотя, как мы вот сейчас перечислили, все эти способы, которые, кстати, мы тоже изучаем на курсе фото-видео мастерство Junior, они, безусловно, являются основными, можно сказать, для этих фотографий. А проекторы, освещение с помощью проекта для этих кадров, скорее как приправа, как некий соус, который мы просто это еще усиливаем, да, этот вкус. Вот именно отношение к фотографии как к блюду и вот его готовка, именно это практикуется на нашем курсе фото-видео мастерство Junior. Двигаемся дальше. Еще два способа, и мы будем заканчивать с этим, с 19 великолепными способами, простыми способами сделать великолепные фотографии. Сейчас будет категория, которая называется обработка. То есть, что-то мы можем сделать с помощью обработки. Иногда мы можем использовать уже обработанные кадры непосредственно самой съемки, то есть, второй раз их перефотографирую. Но прежде всего, вот я хочу показать вам вырезанные какие-то фотографии, помещенные в кадр или какие-то рисунки, и что-то вот вырезанные, аппликации какие-то, которые находятся внутри самого кадра. Вот видите, девушка держит в руках планшет с ее же фотографией, смартфон с ее же фотографией, и она сама еще на этой фотографии, вот это все вместе объединяется. Вот этот глаз вырезанный на клиент, скорее уже после, как бы в процессе обработки в фотошопе, да. Вот это, как вы видите, просто глаз нарисован на туфле, на, как это сказать, на ее подошве, и человек закрывая, как бы, вот именно этой подошвой себе глаз, вот создается вот этот очень красивый, очень яркий такой вот образ, да. Смотрите, какое классное решение, да. Тоже, кстати, это реклама... Ну, это не рекламная фотография, но, безусловно, как бы то, что это... Ну, это редакционный материал. В редакционных материалах тоже, как бы, основная задача, что-таки продать те вещи, которые изображены в кадре. Окей. Что еще? Последнее решение. И здесь просто реклама одного из известнейших брендов. Это из раздела также мы обработки смотрим. Это использование черно-белой фотографии и ее перекрашивание сверху цветными какими-то мазками, цветными красками. Причем, как вы видите, если это будет сделано вот таким вот немножко неряшливым способом, это еще дополнительно, как бы, добавим... Ну, это будет дополнительным акцентом. Да, безусловно, это лучше сделать умеючи. То есть, не каждый раз, не аккуратно просто покрасив черно-белую фотографию, ты можешь добиться шедевра. Но, как вы видите, как раз реклама... Ну, рекламный ход, то есть, это популярная такая вот тема в последнее время, что даже люди, рекламные агентства, не... ну, как бы, используют их, не заморачиваясь насчет того, что кажется, это вроде как несовершенно. То есть, вроде бы, как бы, это не совсем, как бы, закончено, не очень аккуратное какое-то отношение, да, к изображению. Но вот это вот один из стилей, один из современных трендов. Вот этот вот покраска, цветная покраска, черно-белых фотографий. Мы с вами... Я бы хотел еще задать вопрос по поводу последних четырех способов. Тоже, пожалуйста, для себя определите, что у вас под рукой, чтобы вы могли использовать из этих двух категорий. То есть, это световые полосы и пятна, это проектор, это вырезанные из фото или картины части лица, рот, нос, глаза или что-то нарисованное. И это использование черно-белой фотографии и цвет... раскраска этой черно-белой фотографии в какие-то цвета. Мы с вами посмотрели простые решения, чтобы получить красивую фотографию. Было 19 штук, но у вас, может быть, возник резонный вопрос. Ну, там, Илья, все связано с людьми. Там все, что мы с ним... Все, что вы предлагаете снимать, это людей. А если я хочу снимать что-то другое? Если я не особо лажу с людьми? Я бы хотел немножко вам рассказать про фотографии с людьми и без людей. Дело в том, что вот у меня есть две таких замечательных фотокниги, которые я часто ношу на всякие презентации, на всякие выступления, на фотофестивалях. И здесь есть очень много действительно очень красивых, ярких фотографий. Это пейзажи вот в одной из книг. И эта книга, конечно, всем очень нравится и все очень любят ее смотреть. Но значительно больше нравится другая книга. Там, где есть люди. То есть фотокнига, где есть люди, как они себя ведут на природе, это и репортажные, и постановочные снимки. Вот эта книга пользуется особым спросом. Но я хочу просто подчеркнуть тот важный момент, что да, вы можете начинать фотографировать природу, делать снимки без людей. А после, конечно, все равно вы поймете, что самое интересное все-таки для людей и есть люди. Можно посмотреть просто на обложки журналов. Что же там на всех обложках журналов? Обычно это лица людей. В принципе, мы можем изучать фотографию в том жанре, в котором вы хотите. И такие варианты я могу предложить вам. Рано или поздно, все равно вы постепенно сможете научиться фотографировать людей. Итак, топ-14 жанров фотографий для творческой реализации. Как выбрать то направление, в котором ты хотел бы реализоваться. И опять же, я сделал очень удобную каталогизацию. Разбил на несколько категорий. И мы сейчас будем смотреть не очень много фотографий. То есть, для каждого жанра я подготовил только одну фотографию. Только смотря на нее, на одну эту фотографию, мы с вами сможем понять и увидеть, в чем этот жанр заключается. А вообще, на выбор жанра для своего развития у нас в курсе, в общем-то, заложено два урока. Причем на одном уроке я просто показываю этих авторов, и мы обсуждаем их. Потом идет домашнее задание, где участник курса выбирает для себя фотографа для ориентира. И уже после этого мы еще раз проговариваем и понимаем, из чего состоит его творчество. Разбираем его по кусочкам. Пришлось пересмотреть очень большое количество авторов, очень большое количество фотографов. Порядка 700, 725 точнее. И вот именно топовые, лучшие фотографии из вот этих 725 фотографов, они и являются этой основой нашего курса. Категория это репортаж. Так вот, Белли Дин снимает в стиле атмосферного стрита. Вот это первая его фотография. Следующий жанр из также категории репортаж, это черно-белая детская фотография репортажная. Давайте посмотрим этот автор. Я, кстати, с ним знаком. Я поэтому его очень-очень люблю. Его зовут Ален Лабу, ален француз. Он живет на своей вилле с гигантской своей семьей. Постоянно их фотографирует на черно-белые кадры. Делает такие очень яркие. И их продает на аукционах. Ну, то есть, вот его основной бизнес. Видите, здесь очень, кстати, простое такое решение. Лейка, вода, уходящая вдаль, дощатая тропинка. И сзади какой-то лес. Ну, или сад, скажем так. Вроде бы очень простое решение. Но вместе с этим, видите, как это все красиво. Так, двигаемся дальше. Следующий репортажный кадр, это свадебная фото-журналистика Юлия Франтова. Тоже только один кадр. Видите, как великолепно Юля поймала эмоциональный момент. Это, судя по всему, невеста и ее подружка. Слезы на глазах и так далее. Она очень круто ловит вот эти моменты. Большой, вот этот вот, смотрите, я прошу сейчас каждого из вас подумать насчет того, если бы вы снимали в жанре репортажа, то какой из этих трех, скажем, стилей вам был бы близок. То есть, это либо атмосферный стрит, это черно-белая детская фотография репортажная, либо это свадебная фото-журналистика. Хочу, чтобы каждый из тех, кто смотрит сейчас, для себя что-то выбрал. Следующая большая категория из жанров, самая большая, это пленэр. Это тогда, когда мы выбираемся куда-то из дома, и, как правило, даже выбираемся, можно сказать, из города скорее, да, и снимаем что-то там. И вот здесь, в этой категории, которая называется пленэр, пленэр, снимаем на пленэре, есть пять великолепных жанров и пять представителей, ну, пять великолепных фотографов, которые представляют эти жанры. Итак, следующий фотограф и жанр, с которым мы познакомимся, его зовут Майкл Кена, и он снимает в жанре минималистичного черно-белого пейзажа. То есть, он собирает вот такие очень яркие, интересные элементы графические, и его фотографии очень такие простые, наполненные воздухом, очень-очень яркие, очень такие философские. Вот если задуматься, что олицетворяют вот эти листья, это загнутая вот эта ветка на фоне такого дерева вдали, да, то есть, можно очень много различных ассоциаций придумать. Следующий жанр, это черно-белый тревел и репортаж, и автор этой фотографии, Себастьян Сальгаду, великолепный автор. Следующий жанр, современный пейзаж, ну, то есть, это вот такое уже полноцветие, то есть, это такой цветной пейзаж, и лучший, как мне кажется, мировой фотограф в этом жанре, это Макс Райф. Еще два автора в этом же жанре, то есть, в планере, это Андреас Гурский, он снимает не природу, он снимает людей, но он снимает их так, как будто бы это элементы пейзажа, и вот в этом, как бы, крутизна этого автора, то, что он относится к людям, как к элементам пейзажа, вот очень-очень интересный подход, очень такой яркий, да. Итак, Андреас Гурский с его гигантскими, они вот прям очень большие, эти фотографии, они печатаются на всю стену, там, метра где-то на три, скажем так, по высоте, и они очень-очень-очень детализированы, здесь вот, может быть, по интернету, это веб-версия фотографий, это не так заметно, но они очень такие четкие, очень классные. Кстати, он немножко пользуется фотошопом для того, чтобы убрать лишние детали, и сделать вот это вот настроение, или, скажем так, вот эту симметрию, этот ритм, короче говоря, использовать вот эти изобразительные средства, их больше, как скажет так, их больше выразить. И последний представитель этого пленера, это постановочник, хотя вроде бы он снимает свои кадры, как будто бы это чисто репортаж, но на самом деле Стив Макари снимает все свои кадры в постановочном стиле, то есть он всегда продумывает, что, где, чуть ли не выдает людям одежду, в которой они будут сниматься. Ну и вы знаете, наверняка, эту фотографию, это афганская девочка, она недавно совсем, показана ее фотография спустя там 20 или 30 лет, то есть Стив Макари снова к ним съездил и сделал еще один очередной портрет вот этой вот великолепной Матаджи девушки. Это все, что касается пленеры. И мой вопрос к вам, друзья, как вы думаете, если бы вы снимали на пленере, какой из жанров вы бы выбрали для себя, что вам больше всего отвлекается? Это так называемый черно-белый минималистичный пейзаж от Майкла Кены. Давайте еще раз их пробежимся. Да, все, Майкл Кена. Это черно-белый тревел, либо репортаж от Себастьяна Сальгаду. Это современный пейзаж от Макса Раева. Это взгляд на людей, как на пейзаж от Андрея Сагурски. И последнее, это цветной полупостановочный тревел. Почему полупостановочный? Потому что все-таки часть кадров у Стива Макари, они все-таки сделаны в таком больше репортажном стиле. Иногда просто очень сильно хочется верить в то, что это был пойман момент, а не спроектирован самим фотографом. Теперь я бы хотел раскрыть для вас следующую категорию фотографий, жанров точнее. Это так называемая постановка. То есть кадры, которые действительно, чтобы их сделать, нужно что-то организовывать, что-то нужно действительно заморачиваться. То есть нельзя просто скачать с фотоаппаратом выйти куда-то на какую-то красоту и просто что-то снять. А нужно прям что-то предпринять для того, чтобы пойти на эту съемку, взять какие-то вещи, какие-то аксессуары, какие-то людей особых, может быть очень красивые, чтобы их сфотографировать. И первый представитель этих фотографов это Олесио Альби. Это самый популярный фотограф-портретист по молодым красоткам. И он их фотографирует очень много, очень в разных стилях, но он действительно просто монстр. То есть то, что он делает, и то, какие фотографии он получает, это просто великолепно. Олесио Альби. Ну, следующий за ним фотограф нам очень, как сказать, известный. А нет. Сначала все-таки поговорим про... И, кстати, мы так и называем этот жанр портрет девушки. Следующий жанр это стильная фотография еды. То есть тут лучше Дэвида Лофтуса я не нашел во всем мире. То есть Дэвид Лофтус это самый крутой спец по фотографированию еды. Ну и вот уже дальше мы видим, наконец, нашу любимую Энни Лейбовиц. И это, кстати, одна из самых свежих ее работ. Это фотосессия, вышедшая в декабрьских или в январских влогах по всему миру. Ее репостили. Ну, практически ни один влог не обошелся, ни одна редакция, чтобы не опубликовать вот эти вот великолепную серию. Ну, я показываю только один кадр. Посмотрите, здесь она тоже пользуется вот этими инструментами, как то световые пятна, которые мы сегодня с вами решали. Ну и особое место. Посмотрите, где она сфотографирована, какой ритм из этих, как их зовут, электро... ну, передающих, короче говоря, вышек, да, столбов и какие красивые горы на фоне. То есть это особое место и световые пятна, и, в общем-то, конечно, здесь еще много других элементов. Вот обо всем об этом будем говорить, что нужно делать, чтобы добиваться таких великолепных кадров. Постановочная фотография от Карины Киль это уже следующая категория. То есть это не то, о чем мы сейчас хотели... Сейчас бы я хотел говорить. Я бы хотел, чтобы вы выбрали для себя вот из трех вот этих вариантов постановки, такой простой постановки. То есть, ну, она... что-то сделать, особенно каких-то особых людей, в особое место поехать. Но здесь ничего такого прям... прям суперсложного нет. Это более-менее простые постановки. То есть, это Олесио Ауби с портретом девушки. Это великолепный наш Дэвид Лофтус с фотографией еды, то есть фуд-съемка. И наша любимая Энни Лейбовиц. Какой из этих жанров вам больше всего нравится, в каком бы вы хотели сфотографировать. Ну, и последние три жанра, они более такие сложные, они более такие навороченные, но нам нужно про них знать и нужно понимать, что они, в общем-то, в каком-то смысле нам доступны. Это... В чем их особенность? Это, в принципе, та же самая постановка, но она более такая навороченная, потому что требуется создание чего-то особенного. Каких-то особых луков, особых мест, то есть, это какие-то невероятные интерьеры, какие-то сочетания в стилях, сочетания в одежде, в красках и так далее, и так далее, и так далее. И вот первый, кто здесь нам открывает эту категорию, это Карина Киль с ее цветной постановочной детской фотографией. Это вот это очень популярный сейчас жанр. Она объездила все из СНГ, Карина Киль из Сочи, и всех научила вот так вот фотошопить, а скорее даже все-таки в первую очередь снимать, а потом уже фотошопить кадры, добиваясь вот такой вот стилизации. То есть, выбирается какой-то определенный стиль, какая-то эпоха временная, какая-то страна, какой-то, скажем так, стиль одежды какой-нибудь из какого-то определенного временного промежутка, и может быть иногда как-то ориентированы на это, на какую-то национальную одежду и так далее. И вот одеваются герои, именно подбирается эта одежда, одеваются эти герои, ну и потом идет вот это вот сложное выставление света, фото, очень сложная, потом еще обработка, чтобы это все привести в единые цвета, в единые, видите, здесь чепчики-то по жизни вообще они белые, но вот фотография затонирована специально в такой зеленоватый оттенок, именно поэтому надо круто смотрится, что есть вот этот вот контраст между зеленым цветом и таким оранжевым цветом кожи, да, и волос этих прекрасных мамы и дочки. Второй, в принципе, не менее сложный способ, это взрослая сказка, и тут, конечно, нету никого, ну то есть мы сначала посмотрели такую, скажем, детская больше сказка, да, а вот взрослые сказки тут немножко сложнее, потому что требуется, мы не можем просто ориентироваться на какой-то определенный, скажем так, сюжет, мы не можем взять фотографию, не знаю, там эпохи довоенной, да, и ее просто попытаться переснять, найдя соответствующие объекты. Взрослая сказка это уже что-то новое, это новый мир, который нужно создавать с помощью стиля, с помощью каких-то очень интересных аксессуаров, фэшн-фотографов, и здесь очень важно не заиграться, то есть нужно все-таки подбирать это все очень с пониманием, с осознанием того, что ты делаешь, какие вещи, с чем ты сочетаешь, чтобы это было и по цвету, и по стилю, как-то это совпадало, но в общем, короче говоря, взрослая сказка, которая вот, в которой снимает Тим Волкер, это прям, ну, высший пивотаж фотографий, не мудрено, что он является одним из самых популярных фэшн-фотографов. Ну, и есть обычный фэшн, то есть, третий и последний вот этот представитель, и это последний вообще жанр, который я вам предлагаю всех 14, это обычная фэшн-фотография, но действительно из-за того, что так много фотографов хотят снимать фэшн, это действительно очень высокий уровень, это действительно очень интересная профессия, что, конечно, пробиться в эту сферу могут только лучшие. Я вот говорю, что я проанализировал где-то порядка общей сложности для того, чтобы найти вот эти вот 14 фотографов, 14 жанров было проанализировано 725 фотографов, но вот чтобы найти лучшего фэшн-фотографа, вот не Тима Волкера, который со своей сказкой, не вот этих вот портретов, не Лейбовиц, которые, в общем-то, такие, ну, простые, постановочные, то есть, там нету такого какого-то крутого фэшна, да, у Лейбовиц, хотя она умеет это очень круто снимать. Вот так вот, среди всех-всех-всех фэшн-фотографов оставшихся, я выбрал всего лишь одного автора, её зовут Чема Есте, и она снимает в основном для испанского, испанского Вога, и она там просто очень часто появляется, и она действительно очень крутая. Здесь она использует ещё при вот фотографии, ну, как бы при создании вот этого фотографии, известный аллюзию на картина Рене Магрида, Мадри, Магрида, да, где вот у него яблоко на посередине лица, и вот используя вот этот апельсин, и вот как бы его такое подвешенное состояние, вот она создаёт вот эту красивую такую аналогию, аллюзию на картину. Об этом тоже мы будем говорить много на самом курсе, сейчас мы просто немножко знакомимся с этими жанрами. Итак, у меня к вам дорогие вопросы, вот из трёх вот этих фотографов, трёх жанров, трёх фотографов, создающих новые миры, какой бы вам был бы более интересен, какого плана фотографии вы бы хотели создавать, если бы вы занимались фотосъёмкой новых миров. Итак, это цветная постановочная детская фотография от Карины Кель, постановочная взрослая сказка от Тима Волкера, или фэшн от Чем и ЕСТ. У нас сегодня много очень интересных ярких иллюстраций, много фотографий, я боюсь вас, друзья, перегрузить, поэтому будем потихоньку закругляться. Описание курса фото-видео-мастерства, которое стартует скоро для подростков. Вообще, в современном подростку важно научиться выражать себя через фотографии и видеографии, потому что очень большой объём общении идёт как раз через социальные сети. В некотором смысле мы рассматриваем фотографии на курсе как язык общения, то есть, это не просто некая попытка что-то красивое создать и как-то выразить себя, а именно, чтобы научиться коммуницировать с другими людьми благодаря фотографии. Ну и вот, как создавать яркие, запоминающиеся, наполненные смыслом снимки и ролики, как выражать через них свои чувства и мысли, об этом как раз курс фото-видео-мастерства. И с ребятами вместе пройдём путь от навыков использования смартфонов. Кстати, мне обязательно для участия в курсе иметь какую-то фотокамеру или видеокамеру, можно снимать всё на смартфон. Но если кто-то будет с фотоаппаратом, конечно, безусловно, я на этом курсе помогу с ним разобраться. Так вот, короче говоря, мы изучим, как их использовать и, в общем-то, постараемся создавать такие кадры, как вот сегодня мы видели на уровне мировых шедевров. То есть, мы поймём, насколько мы близко можем создавать нечто подобное, что вот является сейчас мировыми, актуальными мировыми шедеврами фотографии. Ну и, конечно, будем снимать видеоролики. То есть, вот за эти первые два месяца обучения, 16 занятий будут занятия как по фотографии, так и по видеографии. Но, конечно, основная задача на первые вот эти вот базовые два месяца, они, конечно, в большей степени завязаны на композиции, на, скажем так, подборе кадра, на свете, на работе с теми людьми, которых мы снимаем. То есть, здесь вот эти вот моменты, они первоочередные. А видеография будет также присутствовать, но, скажем, такие варианты, как подбор музыки, движения в кадре, композиция, монтаж и так далее, и так далее. Это, конечно, дело следующих, как бы продолжения курса фото-видеомастерства тоже будет уже в следующие месяцы этого курса будет, не в первые два. Но, также, все это запланировано и прописано. Итак, мы поймем, из чего состоят фотографии и видеоролики, которые признаны международными, признаны художественными произведениями искусства. Мы научимся создавать как сложные произведения, так и простые зарисовки, отражающие нынешнее состояние автора, передающие простые послания сегодняшнего дня. Вот такие задачи у нашего курса. И вот здесь есть полные, как сказать, ссылки на материалы этого описания, то есть, полное описание с занятиями, с моим портфолио и так далее. Также есть ссылка на рекламные баннеры, чтобы вы видели, какие примерно фотографии я снимаю, какие действительно попали именно на рекламные баннеры. Некоторые материалы, курсы я прямо сейчас открываю в открытом доступе, есть ссылки на них, есть описание моего опыта работы с детьми, есть отзывы детей, вы можете послушать их. В принципе, вот это все сейчас вам доступно. Я благодарю всех, кто посмотрел наш открытый урок, надеюсь, что я смог ответить на ваши вопросы вместе с этим. Конечно, я хотел бы, чтобы этот урок был и практическим и полезным, чтобы вы нашли те самые простые способы для создания фотографий. Ну и конечно, вот эти вот жанры фотографии, в принципе, эти жанры могут относиться не только к фотографии, но к видеографии. То есть, в принципе, вы для себя можете на основе вот этого открытого урока выбрать направление, в котором бы вы могли в будущем развиваться, развивать свое творчество. Можно ли потом из этих жанров сделать бизнес, можно ли этим потом зарабатывать деньги, это отдельный разговор. И если такие вопросы на курсе будут у нас, мы будем тоже их обсуждать. Но, конечно, в первую очередь нужно научиться снимать качественно, качественно снимать фото, качественно снимать видео и понимать, что фотографии это не просто картинка, это действительно некое послание, некий месседж, некое сообщение. И вот как научиться правильно говорить на языке фотографии, видеографии, об этом курс фото-видео мастерства джуниор. Очень приглашаю детей, подростков. Те, кто попадут в первый набор, это будет уникальный, конечно, опыт, потому что, как правило, в первые потоки попадают самые, скажем так, талантливые люди. Вспомните любые школы, любые курсы. Всегда, если вы попадаете в 13-14 поток, всегда, как сказать, встречая первые, ну, как бы, те, кто был в первом потоке, понимаете, что это особенные люди, которые попали в первые потоки. Так что, советую не пропускать этот курс, если есть возможность сейчас, зимой, 2022 года, стартовать обучение. Но, если вы смотрите потом уже в записи это видео, то добро пожаловать, потому что этот курс у нас будет постоянным, и мы будем постоянно набирать детей, постоянно будем их обучать. Спасибо, всем всего хорошего! Душа, само живое существо, как душа. Есть как тело живое существо, а есть душа. Тело может быть красивым, некрасивым, а душа совершенно всегда, в любом теле. Но вот вопрос, почему совершенная душа находится в несовершенном теле, это целая философия, это отдельный разговор. Почему мы попали в такую, влипли в такую ситуацию? Возьмите любого человека, у которого есть физическое тело, разумного человека, образованного человека, у него не все равно есть недостатки, правда же, потому что тело это часть материальной природы. А материальная природа это конгломерат, соединение позитива и негатива в одном. Вы не найдете ничего идеального в этом материальном мире, идеально плохого или идеально хорошего. Всегда смешение. Поэтому есть несовершенство. Всегда сопутствует несовершенство нашему материальному существованию. Душа нематериально, говорится, она не имеет природы смешения или противоречий каких-то, она духовна и как бы имеет такую позитивную, чистую природу, абсолютно чистую природу. Там нет недостатков. Душа собаки и душа человека имеют одинаковую природу. А тела разные. Видите, какая разница? Для собаки красиво смотреть на собаку. Для человека красиво смотреть на человека. Собака видит, какая симпатичная другая собака. Какая походка у нее. Какие глаза. Она видит таким образом, потому что у нее тело такое. У нее психология собаки. Поэтому у нее оценка красоты тоже есть своя собачья оценка красоты. Факт, они привлекаются. Но человека мы считаем высшим. Мы смеемся над собаками, правда же? Ну, как-то низко, вульгарно, животное. Человек окажется выше эта оценка. Но задача человека подняться выше до конца развития. Это понимание красоты. До божественного равна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова